а еще такой момент смотрите на сколько далеко он берет при максимальной чувствительности это где-то вам даже не видно вот я просто сейчас про все дальше Ну, где-то вот такое расстояние. Очень интересно, очень интересно. Кратковременное нажатие включает лампочку. И теперь, то есть он довольно-таки громко орёт, что вы можете из другой комнаты... А, это у меня наводка от руки ещё. Давай, не так тогда. Это где-то, ну, сантиметров сорок. Постоянная наводка от руки у меня. Так, а вот эта кнопка, я понял, это вы положили в другую комнату и возвращаетесь к генератору. И вам нужно, ну, на всякий случай, проверить в том месте, или вы проверяете, ну, смотрите или нет. Тогда нажимаете, долго держите, он раз выключается. Кратко-временно нажать опять. Вот. Впрочем, и то же самое сделаем с этим. Насколько далеко берёт наш кабель-трекер. Вот, ощущаете разницу. Ну, в принципе, так же я слышу. Какие-то там... Это я рукой как бы держу, а мне... Мне чем-то тогда надо нажимать, чтобы подальше рука была. Ну, еле-еле слышу. Это где-то здесь. Ну, сантиметров 30, а тут дальше берётся. Давайте тоже его... Он у нас селективный, он на этот не реагирует. Максимальную чувствительность. Что сделаем? Ну, я думаю, что автомобилистам это понравится тоже. Честно говоря, и не было никаких мыслей делать такой обзор. Но мне интересно ваше мнение вообще насчёт частотного и просто с усилением приёмника от кабель-трекера. Какой лучше? То есть, конечно, полевые условия всё покажут. Ну, то, что он не шумит, и это и есть преимущество, и в то же самое время недостаток. А то, что этот не... Как бы плохо реагирует на обрыв. В этом тоже мы с вами сегодня убедились. Поэтому... Нужно всё, ребятки, смотреть. То есть, у нас, когда я работал, и очень было много объектов, мы брали в аренду у фирмы электрической кабель-трекер, и у нас на большой частоте там он работал. Так что я мог уже, заходя в комнату, определиться, с какой стороны у меня, значит, провод мне нужный. Замурованный, так сказать. И по мере приближения я уменьшаю чувствительность вплоть до 5-2 сантиметров. Я мог определить, значит, где этот провод находится за стенкой. Ну, во всяком случае, интересно, что китайцы не стоят на месте, пытаются что-то сделать. Конечно, к крону они не тянут эти. Надо что-то нормальное сюда совать. Вот, а так, в принципе, они все бюджетные одинаковые. То есть, я разницы не вижу. Вот, единственная, вот эта модель, которая работает на частоте, сколько там они пишут, 145 или 135 кГц, как-то она работает. Я, как бы, на английском. И здесь, как пользоваться им. Мне интересно, мне интересуют характеристики. 125 кГц. 125 кГц. Оцеллографом посмотрим, какая частота у нас на... Какую частоту мы на моем старом увидим. Что-то с моим этим приемником случилось. Надо разобрать его, будет посмотреть. Почему он так то хрипит, то еще как-то... Вот, это у нас новый. Ну, все, включаем, смотрим. Даем ему одиночный сигнал. Автомат. Здесь у меня 1 кГц. Даем ему прерывистый. Давайте поменяем ему развертку. Вот такие пачки импульсов дает. По 100 кГц. По 200 кГц. По 200 гц. Значит, импульсы. И на новом у меня. Давайте посмотрим. Что делается. Ну, там здесь написано. Не 134, а 125 кГц. У меня здесь как-то вылавливает. По 142. Может, триггер надо. Триггер покрутить. Давайте ему. Триггер туда-сюда. Что он у нас. У меня здесь 1 к 10 щуп. 1 к 1. А, смотрите. Здесь он пачки в пачках еще выдает. Выдает. Модуляция как будто какая-то. При этом максимальная чувствительность. Давайте разберем, посмотрим, в чем дело. Что же здесь такое непонятно для меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки мне интересно, что же у меня с моим этим. Почему он так плохо работает. Так, давайте пропаяем. Давайте рлипаем, чтобы multiplied на всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Ну все, пока Проверяем Ну, вроде не скрипит ничего Проверяем Так, теперь давайте соберем это дело Так, осторожненько И ищем, где наш наконечник Наконечник у нас вставляется вот так Вот так И потом как-то вот так Все это делать слышу Видите, выпухает Ну, смотрите, интересный такой момент Поскольку здесь катушка Находится А здесь генератор Смотрите, что может быть То есть я включаю А это короткозамкнутый виток Видите, да? То есть можно Сюда прикрепить какую-то катушку И облучать ей Другую какую-нибудь катушку И смотреть, где короткозамкнутые витки есть Не знаю У кого есть такой Кабель-трекер То можете поизгаляться Что можно делать с таким кабелем-трекером Полезного Для автодиагноста Автоэлектрика И так далее Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!